Музыка 17 марта 2015 года в Международном IT-университете состоялась научно-практическая конференция 550-летие образования казахского ханства, проблемы и перспективы государственности Казахстана На конференции были рассмотрены актуальные вопросы значения независимости Казахстана в историческом прошлом, а также устойчивое развитие страны в период глобализации В рамках конференции профессора казахстанских вузов провели презентации научно-исследовательских, образовательных и инновационных проектов Открывал конференцию видеопроект студентки Муит Куралай Абылгазиной, посвященной легендарной личности нашей истории Абылай Хан Детальное описание фактов, интересные моменты из жизни великого лидера изначально задали конференции торжественный и значительный тон Первым выступлением на конференции была речь ректора Муит Шенебекова Дамира Абдухалиевича IT-университет стал одним из первых вузов, организовавших научно-практическую конференцию к 550-летию казахского ханства Видный историк профессор ЮАИБ Мурат Абдиров объяснил основные спорные моменты в истории Казахстана и напомнил, что 2015 год также отмечен 180-летием Шуканова-Леханова Ученый также поставил точку в профессиональных спорах, пояснив, почему датой основания казахского ханства считается именно 1465 год Вот, конечно, естественно для казахов, когда оказалось казахское ханство, государство, которое название казах есть Раньше были многие государства, Ак-Урда, Кок-Урда и другие, но там не было названия казах Первые государства, которые назвали казах, это казахские эпохи Кирея и Женебека Значит, в отношении даты, есть документ средневекового автора Мухаммеда Хайдар Мдул-Ти, называется Тарихи Рашиди Она касается истории Магуристана, это нынче Западная Китай, Кашмир-Тарегион Но в то время он там охватывает историю Средней Азии, в том числе Казахстана И он, опираясь на высшие до него источники, опираясь на связи очевидцев, он пишет, что 1870 год Хильджеры Кирея и Женебек откачевали от Кобл-Хайра Переводим на наш календарь григанский, это 1665-1666 год Только вот в это сочтение есть дата образования казахского Больше таких документов нет, которые или подтверждали бы, или опровергали бы эту дату, которая приводит на мирзаму Хайдар Мудра-Ти Поэтому мы с вами берем эту дату, а это письменный источник, ему можно доверять, можно верить. Поэтому эта дата является, скажем так, окончательной датой образования самостоятельства казахского государства. Это 1065-1065 год. Набижан Мухаммед Ханулы, профессор казну имени Лефараби, рассмотрел исторические периоды становления казахской государственности. Ученые ссылаются к 7 веку до нашей эры, когда современную территорию Казахстана населяли племена саков. Сегодня, по словам спикера, празднование 550-летия казахского ханства и концепция Мангеля Кель взаимосвязаны. Доктор Казахской национальной академии имени Жургенова Гузыда Умарова в своем выступлении рассмотрела ценность сохранения казахского музыкального языка. Национальные культуры и искусство казахов сформировались в 15 веке, так же, как и казахская государственность. Поэтому для развития нации, по словам Гузыды Умаровой, важно возродить уникальную традицию казахского музыкального искусства. Гости конференции воочию убедились в словах искусствоведа, когда студент академии исполнил Тулгау Сумимбая. Продолжила конференцию Гульнара Куадбаева, профессор нового экономического университета имени Рыскулова, доктор экономических наук. Помимо презентации своего исследования, спикер поделилась интересными выводами и рекомендациями. Так, в будущем Таргазахстан должен возрасти. Однако, большим упущением профессор назовала тот факт, что ни один вуз страны не готовит специалистов по прогнозированию. Знаменитый эпизод в истории Казахстана «Битву при Арбулаке» рассмотрела Гульфара Тургараева, доцент Евразийского технического университета. Легендарный подвиг Жангирхана и его 600 воинов по сей день является загадкой истории и остается популярной темой среди студентов. Завершал выступление профессор IT-университета Дулатбек Кадрбекулы, который являлся и модератором встречи. Поблагодарив гостей и спикеров, профессор отметил, что изучение истории страны особенно важно для дальнейшего гармоничного и устойчивого развития Казахстана. Вопросы спикерам затрагивали белые пятна истории казахов. Ответы ученых разъясняли загадки происхождения саков и усуней, а также открыли неизвестные ранее подробности Арбулакской битвы. Ректор МУИД, подводя итоги конференции, обратил внимание студентов на практическую ценность такого события. Сегодняшняя конференция очень важна, в первую очередь, для вас, уважаемые студенты. Ну и конференция, в первую очередь, была организована для вас. Я большую благодарность хочу отметить всех спикеров, несмотря на свою занятость. Они пришли и поделились своими знаниями, опытами. Я очень надеюсь, что многие наши студенты не останутся на нынешнем уровне знаний, будут дальше изучать нашу историю, будут гордиться своей историей и будут продвигать дальше наш суверенитет, чтобы расцветала наша страна. Продолжение следует...